Чемпионская игра Если мы хотим побеждать в чемпионате, вот как раз сейчас, мне кажется, такой очень важный для нас отрезок, если мы сейчас не потеряем очки, мне кажется, в ближайшие игры еще где-то 4-6, концовку, возможно, сможем себе обеспечить как-то попроще, какое-то будет право на ошибку останется, возможно, поэтому очень важно сейчас побеждать, набирать очки по максимуму. Ну, ты сказал о том, что команде важно вкатиться в игру, набрать форму на весеннюю часть. Сегодня что в игре против Snow Kids, что против Академии связи, первый тайм у команды получался достаточно сложным. С чем это связано? Ну, мне кажется, как раз таки, ну, то, что форму только набираем, переходим с паркета, с травы, с зала, переходим на улицу, практически 3-4 месяца играли в другом формате, играли на открытом воздухе, играли четверкой. Понятно, что нужно немножко привыкнуть, чтобы ноги разбежали, чтобы вот этот часовой перерыв, у нас уже давно такого не было, что нужно час ждать свою вторую игру, еще по такой, все-таки, довольно-таки морозной погоде. Ноги дубеют немножко, тяжело было, что с Васом вот эту, начинать игру, они были сразу же готовы, да, получается, у них была игра, у нас был часовой перерыв. Ну, а по Snow Kids, просто очень, ну, ребята хорошо играют, хорошо держат мяч, с ними первую игру в первом круге мы проиграли. Сегодня, в принципе, сценарий был схожий, благо мы смогли реабилитироваться и в итоге победить. Первую игру Вы отыграли со счета 1-3, во второй переломили в концовке, да, после долгого ничейного результата. На эмоциональном состоянии команды сказываются вот такие переломы в матче? Конечно, конечно, это, ну, действительно можно называть таким вот чемпионским характером. Конечно, я говорю, ну, я не к тому, что мы обязательно станем чемпионами, но именно вот победы, они так, мне кажется, в чемпионате должны даваться вот через такие сложные переломные матчи, когда у тебя не все получается, когда ты не по 8-10 мячей кладешь соперникам, а когда вот ты проигрываешь, когда игра не идет, когда соперник сидит сзади, там, штанги перекладины какие-то, не идет игра, но в итоге в конце ты все равно забиваешь, добиваешь своего. Мне кажется, именно так и путь наверх и прокладывается. Ну и последний вопрос. Наверное, ты видел, что совсем недавно завершилось голосование в группе ВКонтакте, где большинство, прям подавляющее большинство аудиторий проголосовало за то, что Волна не удержит лидерство. Как вот на это реагирует команда? Это подстегивает или же все-таки немножко деморализует? Ну, ни в коем случае нас это не деморализует. Конечно, мне кажется, не будя игроком Волны, я бы сам бы голосовал за то, что команда, которая там два года подряд занимает девятые места, и тут она резко становится чемпионом. Я бы, наверное, тоже, и тем более голосуют в основном ребята, которые хотят точно так же бороться за чемпионство, ребята из Мафии, из Шедоус, из Кастили, поэтому я прекрасно это понимаю. И тем приятнее будет завершить концовку, если у нас это получится, как можно выше, чтобы доказать всем обратно и войти в историю как команда, которая, наверное, преподнесла главную сенсацию, возможно, там, нескольких лет в ближайших.